Чемпионат мира по плеванию Чемпионат мира по плеванию Так что если кто-то показывает высокие результаты Вы рано или поздно окажетесь на этой ферме Участником соревнования Ой, слушайте, это саженцы что ли? Да Это саженцы, а на нем уже вот яблочко Видите, на саженце Так прикольно На каждом яблочко где-то насыпалось И эта ферма Здесь есть юпик То есть можно прийти Сам собирай И сам собирай Они торгуют что ли саженцами? Можно купить яблоки Или можно поехать в сад Нет, а саженцы Они какие-то такие Два за 65 долларов, по-моему Нет, два за пятерку, по-моему А, они обычно давали А, да, может быть 65, да Хорошо Можно на вас снятили листов ставить Или сфотографировать Да Можно вот здесь фотографироваться Это будет фермер Джон Так Понятно Да, там много саженцев продают Вот я смотрю там в бедрах пластмассовых Ну хорошо А что это тот магазин у них, да? Ну да Но мы не пойдем пить так Так Три Окей Ну пошли Пошли посмотрим Что у нас тут есть Яблоко Да Можно купить поштучно Так С эти газ С животными сюда нельзя Вот яблоки А почем? Они, конечно, здоровенные очень Куда ж такой пакет-то? Если есть такой Едешь куда-то Можно собирать яблоки в саду Доллар 38 за фунт Так Вот они Доллар 68 за фунт Ага Какие-то названия То есть у них тут много разных Много разных сортов Вот Пахнет яблоками Вы знаете Вот они в ящиках этих лежат Вот И Очень-очень ароматно Аааа Слушайте И еще вот это дерево Ящики деревянные Вот это дерево Оно тоже Груши Эмм Запашок дает Аааа Да Такой Яблочный рай Значит Можно здесь Брать А можно Пойти И самому собирать Когда сам собираешь Там еще естественным образом наешься Немытых Они называют антикая То есть старинная митая А почем Аааа Я думаю, что там живут Яблоки Красавцы Красавцы Да Ребята Очень Очень это все Вдохновляется Тут же при ферме Такой Магазин Ну Даже нельзя сказать, что Сувенирный Хотя сувениры здесь тоже есть И даже Вот фирменные Майки С лейблом Фермы Ну Вот Пожалуйста Sugar-free Видите Это все Sugar-free Там Джемы Из самых разных ягод То есть Видимо Sugar-free То есть Они не добавлялись Сахара Вот А вот тот, который там во фруктах Есть Без Семечек То есть У них такая серьезная продукция Многограммная Да Без Семечек То есть У них такая серьезная продукция Многограммная И я Италия И я И И Да А здесь Фактически Барбекюшница С Вытяжкой То есть Там можно Дробишки Я не знаю Или просто Просто Камин Даже Не знаю Готовить ли там Сидор Сидор Продавит Яблочный сок Как-то Значит Темный Какой-то Херетич Эппл Черри Эппл Вот Вот эти бутылки Что вы видите Это галлонные А вот там поменьше Вот эти Вот это Полгаллона Соответственно Соответственно и цены тоже Такие идут Вот На полгаллона На галлон Галлон 7 долларов Галлон 9 долларов В зависимости от того Что вы любите больше Какой именно Яблочный сок Друзья Это вот Такая лицензия Нам Выдана на то Чтобы ездить по полям Собирать яблоки И вообще А что мы должны Какой-то минимальный Что-то увезти оттуда У нас Специальная Мы просто Как видите написано Окей Нам дали разрешение Просто покататься по садам А иначе Если едешь То надо минимум 10 долларов Потратить на покупку Вот это Друзья Персиковые деревья Стоят Но естественно В октябре Тут уже Не до персиков Такое оранжевое дерево Вообще длинное Среди всей зелени Ты видишь Там далеко оранжевое Ну этот клён Первый начал цвет менять Среди других Сейчас он будет Потом все будет Красным и желтым В округе Будет красиво Да вот друзья Мне Света говорит А покажи действительно Вот как тут На фермах Какие дороги Дорога не асфальтирована Это вчера шел дождь еще Вчера шел дождь Дорога не асфальтированная Но она Так Щебенка И так она утрамбована Она не просто щебенка Вчера шел дождь Гроза и молния И много дождя Но света Молния не повлияла на дорогу Ну просто сухо все Сухо 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 Такая страна света Все для людей Дороги сухие Яблоки Говорят сорви меня Сказка была Про Аленушку И братья ее Это вишня Это вишня Так чересень называют Кислая вишня Кислая вишня Черешня А что в Америке вишня растет Я думал что ее только привозят из Канады Настоящая вишня Как у нас Да Там вот стоит агрегат Сейчас мы покажем Видимо стоит В грезентовом Да Это агрегат Машина по сбору вишни А как вишня Вишня она очень такая Нежная Нежная И поэтому руками Что происходит Это два куска одной машины Это как крылья Летучесть Тресет дерево что ли Они обнимают дерево вокруг И потом начинают трясти Как сумасшедший И вся эта вишня Сцепится на брезент Дальше подъехать Да да И потом И по карьеру И потом И высыпаются У них специальное здоровье Металлические ящики С холодной водой Да И эта вишня туда сыпется И потом уже ее в воде Везут на переработку В воде везут? Да Чтобы не повредить конечно Потому что Так она очень напомнется вся Вот ее нужно Как интересно То есть это вот Агрегат для сбора Она же очень нежная Черешня более стойная Черешня твердая Да Вишня очень нежная Это машина по сбору вишни Не спеша едем Поэтому Меньше Везет чем обычно Это вот по-моему Викторины 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 Мы друзья К шапочному разбору Приехали Только на яблоки Все остальное Уже ушло Ну таким образом Ферма С начала июня До конца октября Что-то можно собирать То есть у них бизнес Постоянно идет Люди приезжают И плюс переработка Ну да Там дальше сливы Вы видите Вот стоят ящики Такие большие С яблоками Вот нам рассказывают Что собрать Такой ящик Раньше за это платили 20 долларов Здесь идет сборка Скажем Если вы Работаете на ферме Вам могут платить Либо По часам По часам Но тогда они хотят Чтобы аккуратно собирали Чтобы не били яблоки Чтобы продавать В магазине Если яблоки Продаются Скажем там На какую-то Переработку Эппл пайс Тогда им все равно Если они бьются Не бьются Носок Тогда они платят За количество То есть Можешь собирать быстро Или медленно Вот в 90-х годах За сбор такого Здоровенного ящика Платили 20 долларов Я с моим другом Сашей Мы собрали За один день 11 ящиков То есть 220 долларов На двоих И мы были такие Счастливые Довольные Это мы бегали Целый день Безостановочно Рядом с нами Работал Мексиканец Он сам собрал 13 коробок Мы вдвоем Собрали 11 Но Мексиканец Не бегал Он летал Он летал Мы как потом Попросили его показать Как это он делал У нас глаза на лоб были Так как вот Действительно Он как артист Я хотел друзья показать вам Как много тут Под деревом Я хочу сказать Что на самом дереве Десятой части от этого нет Вот Такое ощущение Что с этого дерева Никто ничего не собирал А только вот Все что было Все и осыпалось Хотя осыпается Очень интересно Прямо под ствол Даже не знаю Как будто их замели туда Ну-ка Ну они когда косят траву Наверное Но кидают яблоки Ну может быть Да мука И такие они крепенькие Красивенькие Даже я не знаю Не выглядит как вот Гнилушки какие-нибудь Ну что друзья Кто из вас Отличает солому От сена А что они разные Света Они разные Конечно А чем они отличаются Так Сейчас Солома это Пшеница там Зерновые А сено Это трава Трава Ну какой запах Запах сказочный Да Вот когда собирают Как пахнет Вишню Когда собирают вишню В июне Так Они сюда Приходят Сначала ее моют Вот Сейчас подогнали Но здесь подключена вода Вишня моется В холодной воде Вода обязательно Холодная должна быть как лед Чтобы вишня оставалась твердой Да После этого В этот агрегат Сейчас зайду Сверху Вишня засыпается Вот сюда Этот барабан Видите там есть мелкие дырки Да В каждую эту дырочку Попадает вишня Но дырка там еще есть Поменьше И сверху Вот пальцы металлические Вот эти Они вот так вот работают И каждую вишню Выдавливается косточка Косточки по трубе Сюда идут Вот сюда засыпается Сюда засыпается вишня И вишня Вишня попадает в эти дырки Вишня проваливает Барабан крутится Я понял Значит есть как бы Такая нишка А из нишки На выходе Маленькая дырочка Поэтому если Вишню засыпать В эту нишку И долбануть туда Как тут говорят Пальцем То палец пробьет Косточку насквозь Да и вот пальцы Эти вот здесь Они вот так вот Будут весь этот Станок ходить Вверх и вниз Ну там пальцы внутри И будет выдавливать Кости Косточки вот сюда Будут высыпаться С водой вымываются А внизу где стоит Светлана Туда уже будет сыпаться Вишня без косточки Света Ты стоишь В хорошем месте Да В правильном Не там где косточки А там где вишня А что с косточками делают А косточки Они продают Да вы что А зачем А люди делают Вот эти бинни бэгс А что как бинни бэгс Есть вот играют В эту игру Знаете как называется Когда Корнхол Такая доска С дыркой И соревнуется Кто попадет в дырку И вот некоторые люди Вместо кукурузы Используют эти косточки Вот Красиво Проезжая Мимо Друзья Я из автомобиля Увидел грибы Ну Сказать что они какие то хорошие Я не могу Это мухоморы Но красиво Вот особенно вот эти Я к ним бросился Света Как к родным Да Какое ностальгическое чувство Ну если бы они были культурные грибы Было бы еще лучше То есть если бы они были культурные Они бы в магазине лежали А ты знаешь что Вот у нас там По 40 долларов за фонд Слышишь Вот там где у нас продают грибы Мы собираем Там мухоморы не желтые А красные сделаем А здесь он желтые сделаем Зачек мухоморы имеют Большое разнообразие Это правда Ну что друзья Мы решили яблоки не собирать Но зато мы прикупили в магазине Абсолютное разнообразие Этих яблок Таких сортов Которых у нас и нет даже Да Те сорта которые у нас есть Света не брала Да я специально их не брала Потому что мы знаем Какого они вкуса А вот про эти мы ничего не знаем Название не знаем Вот какое это яблоко Да мы собрали их там Там есть название Но мы конечно Бирки эти не собирали Ну давайте я Друзья буду есть яблоко Чтобы вы понимали Ммм Оно Немножко хрумкое Но не твердое Такое Ничего Ммм Сладковатое Но без излишеств Очень ароматное Очень ароматное И так оно Само пахнет хорошо Вот Судей говорит Судей яблоки есть не может С тех пор Когда ты тут работал Ну а мы еще не искушены Мы еще нет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok